Всем привет, котята! Меня зовут Лана, и сегодня я буду учить вас плохому. Ну, вернее, как сделать фейковый Headless. Для начала расскажу, что такое Headless. Это один из предметов, который так все хотят себе в Роблоксе. Один это Корблокс, когда у вас вместо одной ножки торчит такой огрызочек, а другой это когда у вас, собственно, нет головы и лица. И буквально до этого лета это был чуть ли не самый желанный предмет, потому что продается он только один раз в году. Если отсортировать персонажей по самым залайканным, то вот он наш Корблокс. От него, кстати, всем нужна только вот эта коротенькая нога. Почему-то левую ногу никто не хочет, всем нужна правая. И, если честно, в некоторых скинах это выглядит эстетично, но в основном очень странно. Мне, например, не нравится. Но вы можете это покупать, если, не знаю, у вас куча робоксов или просто очень нравится такой стиль. Так вот, а Headless это голова от вот этого безголового всадника. И, как я уже говорила, продается она только один раз в год на Хэллоуин. Возможно, там несколько дней, на самом деле, она доступна, возможно, на все праздники. Но суть остается в том, что всем очень нужен этот предмет. Так вот, до этого лета, до громадного обновления Роблокса, вы могли только некоторыми ухищрениями сделать вид, будто бы у вас нет головы. Кстати, на самом деле она где-то есть. Она там очень маленькая, ее просто не видно. Возможно. Но суть не в этом. Как и с Корблоксом, возможно, кому-то просто нравится эстетика того, что у вас нет головы и нет лица как такового. И если раньше самое близкое, что вы могли сделать, это купить вот это вот тело. Кстати, оно у меня есть, но не для того, чтобы делать типа Headless, для того, чтобы делать шею на больших скинах. Вот такая вот лампочка, на самом деле, может вам помочь. Если среди аксессуаров также написать это слово «балк», то есть на нее такие вот штучки. Можно надеть, например, розовую косточку. Вот мне нравится, как она выглядит. И эта штука отдаленно будет напоминать отсутствие головы. На самом деле, это неплохо работает в Таваре. И это единственный, пожалуй, безголовый скин, фейковый безголовый скин, который работает в Таваре. Ну, еще я вам показывала с Кошатки, как это сделать с помощью головы от тела City Life Woman. Оно тоже работает примерно в таком же ключе, но сейчас здесь не получится, потому что это не R6, а R16 персонаж. Что такое R16? Это персонаж, который более пластичен, он поддерживает 3D-всякие штучки одежды и голов. И здесь он выглядит так. Если вы переключите персонажа в R6, голова уменьшится, а сверху можете надеть обычную прическу. Но мы сюда пришли не за тем, чтобы я вам рассказывала, как раньше можно было сделать безголовый скин. Я вам расскажу, как его можно сделать сейчас. Но сразу хочу сказать, в Таваре и прочих играх, которые не поддерживают R16, это работать не будет, к сожалению. Но это нас не останавливает, мы экспериментируем со скинами. Итак, давайте для начала я сниму все дополнительные штучки. Вот это вот, вот это лицо и вот это вот тоже. Останется у меня вот такая вот база. И на самом деле я себе очень много чего поотмечала. Если зайти в головы и посмотреть разнообразие наших динамических голов, а новые создаются только динамические, то есть классические головы, это те, которые были здесь и те, которые были в старых персонажах. А сейчас они создаются динамическими. То вы можете для Headless'а использовать ну очень много вариантов. На самом деле мне нравятся даже такие. Смотрите, то есть по сути, надо будет снять, наверное, причесочку. Вот эта вот штука, ну это как бы просто замок. Мы его можем перекрасить, допустим, в такой вот серенький. И на самом деле это выглядит довольно неплохо. То есть те, кому нравится просто отсутствие какого-либо лица, вы можете использовать такие штуки. Их на самом деле в Роблоксе очень много. Вот смотрите, я себе даже посохраняла. И здесь есть моя любимая вот эта вот рыба. Она очень классная. Ой, она, кстати, серенькая, выглядит очень неплохо. И это стильно, это круто. Возможно, с этим даже можно сделать какой-то скин. Здесь есть вот такая вот шикарная гироскопина. Она тоже создает интересный образ. Лица вы тут точно никак не заметите. И если вам, опять же, нравится эстетика отсутствия глаз и всего прочего, то можно делать такие скины. Также есть свечка. Все равно выглядит, правда, странно. Но я бы перекрашивала ее в какие-нибудь светлые цвета. Целая куча вариаций камерамена. Для тех, кому нравится вся эта тема со скибити туалетами, и вы хотите сделать такой скин, почему бы и нет. Выглядит довольно неплохо. Также мне безумно нравится вот этот подсолнух. Он такой классный, перебирает своими листиками. И это очень, очень прикольно. Я бы сделала какой-нибудь такой нежно-солнечный скин с ним. Было бы, наверное, очень здорово. Вот этот фотоаппарат тоже почему-то обделен вниманием, но выглядит очень классно. Я не знаю, как его использовать. Может быть, у вас есть какие-то идеи. Но на самом деле это здорово. Вот такая вот голова. Без комментариев. Но это выглядит действительно неплохо. То есть, это можно использовать во всяких скинах. Есть пружинка. Это бы здорово смотрелось в Тавере. Но, к сожалению, там работать не будет. А только в играх, которые поддерживают 3D вещи. И вот такая косточка. На самом деле, неплохо выглядящая. То есть, это отсылка к косточкам, которые надевались на Headless. И некоторые ходили так. Когда еще не было всех этих дополнительных штук, когда Headless с каким-нибудь аксессуаром смотрелся круто, а не так, как будто вы прячете какой-то огрызок и типа делаете фейк Headless. Так вот, в последнее время, кроме всех этих голов, появились еще несколько, которые на самом деле могут послужить базой для того, чтобы сделать максимально похожий на безголовый скин. Это вот эти предметики. На самом деле, я бы использовала с удовольствием еще и вот это. Это выглядит очень классно. Если добавить сюда какие-нибудь волосы, допустим, какие-то такие, это выглядит очень жутко и очень классно. Если вам реально нравится эстетика отсутствия лица, какие-нибудь мрачные штуки, то вполне можно брать вот эту голову. Стоит она, кажется, что-то около 50 робоксов, а нет, целую сотню. Но это тоже неплохо, потому что Headless, когда продается, стоит около 30 тысяч робоксов. По-моему, 31 или 32, что-то в этом духе. Так что это тоже вполне себе заменяющая его вещь. Скины можно делать очень классные. Но мы сюда пришли не за этим. Давайте начнем с нашего любимого Билли. С вот этой вот головы, которая на самом деле ничего из себя не представляет, но она очень неплохо перекрашивается. И с какими-нибудь вот такими объемными прическами, это не самый лучший пример, но просто, чтобы вы понимали, она может дать ощущение того самого Headless. Вот примерно так, знаете, издалека и не всегда и заметишь. Но это не самый лучший вариант. Давайте покажу кое-что новенькое. Буквально недавно, кстати, показывала вам это лицо в нашем Telegram канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, там ссылочка в описании называется «Наша телега», вот там вот туда вот переходите, то там есть вот такая вот штука. Сейчас подождите, она у меня не работает. К сожалению, Аватар-криэйтор не до конца еще с этим всем справился, и он не может привыкнуть к такому огромному количеству новых предметов. Ладно, ребят, почему-то именно сегодня эти очки не работают, но вы видели, как они выглядят. Они довольно неплохие, только немножечко опускают голову, и приходится искать другую прическу. К сожалению, хотела вам об этом рассказать, но сейчас не получается показать. Все остальные голы обработают, это нет, поэтому перейдем к другим тоже довольно интересным. Eye ring и просто eye, то есть глаза в круг и просто один глаз. Давайте посмотрим, чем мне нравятся вот эти глаза в круг. Да, они тоже немножечко опускают наши волосы, но для этого мы просто будем использовать другие. Если среди аксессуаров не волос, ввести слово cheap, что значит дешево, то вы можете найти огромное количество волос, которые на самом деле стоят ну слишком дешево для прически. И вот, например, первые попавшиеся волосы, не важно, как выглядит прическа, важно, что она значительно выше той, которая вот тут опускается. И это мы снимаем, ушки тоже, и получается вот такая история. Но она немного странная, потому что, как вы видите, глаза здесь видны, и нам нужно это чем-то закрывать. Ну вот, к примеру, не самый лучший, конечно, пример, но можно использовать какой-нибудь вот такой вот шлем. Он действительно закрывает эту часть. Почему-то здесь у меня глазки продолжают двигаться, но можно использовать что-то похожее и не настолько низкое. Например, можно отказаться от идеи вот той прически, которую я вам показывала, и выбрать обычную с очень длинной челкой. Челка закроет глаза, хотя будет казаться, что вы несколько ниже, чем на самом деле, за счет того, что голова эта плосковата, и прическа будет сидеть не там, где она должна. Но в целом, почему бы и нет, выглядит, в принципе, не так уж и плохо. Такая же история и с вот этим вот глазом. В принципе, нужно делать все то же самое, но он немного покрупнее и расстояние от него до шеи немного поменьше, хоть он не делает вашу голову такой, лежащей прямо на плечах, но для него нужна особая прическа. У меня было сохранено несколько. Вот это, например, подходит просто идеально. Смотрите, она полностью скрывает этот глаз и получается, что у вас хедлесс, который стоит всего лишь 50 робоксов. Но плюс прическа. Подобных причесок, кстати, не одна. Их много, они все будут скрывать эту часть. Есть даже вот такие вот болванки. Они, наверное, больше подойдут немного к другим прическам, но если здесь перекрасить этот глаз, допустим, в черный, то этого видно не будет. А на эту базу, если вы умеете делать комбо волос, вы можете надеть абсолютно любую прическу, и это будет смотреться неплохо. Но, ребят, недавно появилась еще вот такая вот голова. Маленькая-маленькая голова какой-то недоящерицы. Смотрите, где она. Вы даже ее не увидите, потому что сейчас я сниму эту прическу, и вот аж где, вот аж какая голова. Вы видите это? То есть, ее тоже можно спрятать. Можно надеть какую-нибудь из косточек, которые использовались для лампочки. Это выглядит немного странно, у нее торчит нос, поэтому это все нужно чем-то скрывать. Чем? Да самое элементарное. Взять какой-нибудь шарф. Я сохранила первый попавшийся. Вот такой вот. И он максимально закрывает это лицо. Он лучше смотрится на более крупненьких персонажей, без шеи, не на женском теле, а на каком-нибудь обычном квадратном. Но для этого можно взять вот какой-нибудь такой шарф или другие, да? Видите, он прекрасно закрывает эту штуку. Да, это выглядит странно, но можно немного подшаманить и сделать какой-нибудь неплохой скин. Но, ребят, это тоже еще не все. Вот этот вот глаз за 49 робоксов просто нереально крутой. Сейчас подождите, я сниму вот эту вот косточку и что мы видим? Мы видим просто глаз в воздухе. Его можно использовать и так, он выглядит довольно круто. Как бы, не знаю, как будто за вами кто-то следит. Но еще он достаточно высоко, чтобы для него подбирать практически любые прически. Мы можем взять мою прическу и, да, его видно, но, знаете, это настолько классный вариант, его практически незаметно. Мне кажется, вот здесь вот, конечно, немного создатель напортач увиден какой-то странный шрам сломанный, но, возможно, его не будет в других играх, хотя это не точно. И смотрите, если вот с такими прическами он уже выглядит неплохо и похож на безголовый скин, то с теми, которые должны реально подходить для всяких других, они вообще просто полностью его скрывают. Смотрите, выглядит очень классно. То есть, по сути, все прически, которые хотя бы какой-то объем в верхней части имеют, позволят вам сделать с помощью этой головы безголовый скин. Особенно мне нравятся те, где можно вот так вот сбоку наблюдать полное отсутствие головы. В общем, ребят, это далеко не все способы сделать сейчас фейковый безголовый скин и не тратить 30 тысяч робоксов на него, но только тот самый скин будет работать в Тавере и прочих играх. Эти же скины будут доступны только там, где есть всякая 3D-одежда, но с каждым днем таких игр в Роблоксе становится гораздо больше, это даже всякие обби и всякие Тавера новые тоже поддерживают 3D-одежду, так что я думаю, что с новыми играми проблем не будет никаких. И да, это далеко не все способы, которыми вы можете сделать безголовый скин, и с каждым днем их будет становиться все больше, ну, потому что Роблокс меняется, и я уже сколько раз повторяла, что стоит каждый день заходить в головы и в персонажей, и смотреть, что же там нового создали. Вот, например, создали новую какую-то голову, я не знаю, что она делает, я ее уже получила, вот этот вот телевизор и прочий, вот монитор, кстати, кажется, не получала, ага, видите, они иногда появляются не в самом верху, а чуть пониже, среди более старых версий, так сказать, поэтому иногда можно заглядывать в офсейл предметы и смотреть, что же нам скоро будет доступно. Те предметы, которые офсейл, скорее всего, скоро появятся в магазине и будут стоить какую-то сумму, а может быть, в начале будут и бесплатными, как было, кстати, с кучей ушек. Так что, ребят, я надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Можете написать в комментариях, как вы относитесь к Headless'ам, к Корблоксам и прочим вот этим вот скинам. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока!